Минский часовозавод начал свою историю с 1953 года. Был подписан указ о том, что в Минске нужно основать часовой завод. В 1955-м был построен первый корпус и вышел первые часы. Часовой завод можно назвать женским заводом, потому что строили его женщины в послевоенное время. Работали в нем тоже женщины, потому что труд часовщика такой скрупулезный, внимательный, и многие мужчины не выдерживают этого, а девушки более, мне кажется, в этом преуспевают. И, что очень символично, завод был построен в Минске, потому что во всем Советском Союзе не было производства женских часов. Производили мужские командирские часы, а маленьких женских часов не было, и поэтому решили построить завод в Минске. И вот в 1955-м году вышли первые часы с нашего завода, женские, самые маленькие часы в Советском Союзе. И сейчас луч, вот вы будете на производстве, посмотрите, вы увидите людей, и я думаю, что у вас возникнет такое. Я скажу, конечно, возникнет, но все равно у вас, наверное, возникнет у вас такое ощущение, что луч – это какой-то симбиоз истории и молодости. И вот наш бренд с новым зданием, с новым дизайном, с новым подходом – это симбиоз истории. Завод, которому в следующем году исполняется 70 лет. И что нового, что молодого в виде коллектива, в виде идей, та же площадка, тот же дизайн, тот же завод. Такое. Гремучая смесь может показаться со стороны, но на самом деле такая. Мы однородны в этом уже несколько лет и стараемся это сохранить. Сначала приходит металл, который распиливается на определенные заготовки, после этого заготовка через несколько-несколько операций превращается в готовый корпус. После этого корпус полируется, шлифуется, и уже проходя входной контроль, где его либо бракуют, либо пропускают, он отправляется на финальную сборку. Дальше можно рассказать про аэрографию. Это тот участок, где часы получают такое первоначальное свое лицо, потому что под разные часы приходят разные циферблаты, и специалисты наши, которые работают в аэрографии, знают, такой цвет, их нужно красить, они подбирают колоры и закрашивают циферблаты под определенный цвет. Там же мы красим наши стрелки, очень маленькие, тоже определенные часы, определенные стрелки. И на этом же участке мы еще делаем лазерным нашим аппаратом гравировку на ладни крышки. Следующий этап у нас называют на заводе волшебным, потому что на этом участке мы на циферблаты наносим уже рисунок, либо какое-то очертание. Это может быть, если это какая-то классика, это могут быть насечки с делением часов, с нашим логотипом. А если мы уже говорим про какие-то часы более эксклюзивные, мы выпускаем час лимитерной коллекции, и в этих лимитерных коллекциях мы пытаемся их усложнить и добавить до них ценности. И используем разные картины художников. Они очень сложны тем, что там сразу используются несколько красок. И если там, например, у нас вышла коллекция краски Армении, там есть циферблат, на котором 14 печати. Это означает, что ручную, со специальным аппаратом, который разрабатывался тоже в нашем заводе еще в советское время, наш работник наносит на циферблат одну печать, потом он подбирает, фокусирует мирителями точно, чтобы сделать вторую печать. И так вот 14 печати, и нужно попасть ювелирно, чтобы не просто там какое-то было заливание краски, а чтобы точно попасть в то, что было у художника на картине. Конечно, еще существуют промежуточные этапы, где мы проверяем, где имеется ходной контроль. Есть промежуточные этапы, где мы осматриваем, изготавливаем стекла. Ну, по итогу, все финиш, все приходит в нашу сборку, где часы собираются. И вот наши коллеги, сборщики, точнее сборщицы, потому что там только один мужчина, часовщики, они вот тоже часы собирают руками, и вот в каждых часах луч, в каждых часах, который бы не купили, нужно понимать, что они сделаны руками, и в них есть теплота каждого человека, это душа, можно сказать. Вот, поэтому, мне кажется, это очень полезная и интересная информация для тех, кто либо уже носит часы луч, либо хочет купить часы луч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова